Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы всех с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram канала Маркетс с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим, размещаем дополнительный аналитический контент. Поскольку сегодня понедельник в 15.00 по московскому времени состоится традиционный вебинар «Правильный понедельник», причем на этом вебинаре я предлагаю вам разобрать ту тему, которая приглянется прежде всего вам. В нашем Telegram канале буквально после этого эфира мы запустим голосование, предложим несколько тем на выбор и та, которая будет наиболее востребована, наберет больше всего голосов, станет центральным в ходе моего предстоящего выступления. Эта неделя, друзья, не такая насыщенная на макроэкономические события, серьезный фундаментальный фон, как прошлое. Ну, прошлая неделя это вообще неделя заседания мировых регуляторов, обычно после того, как она проходит, какая-то разгрузка для рынка наступает, есть возможности перевести дыхание. Ну, не все так просто, мы все-таки продолжаем следить еще за развитием американского банковского кризиса. Если вы считаете, что он отступил, это не так, друзья. По-прежнему очень серьезные проблемы у банков, которые находятся за пределами топ-10, топ-20, потому что отток капиталов продолжается, доверие к организованной системе банковского сбережения оставляет желать лучшего. Многие перекладывают свои средства из одних банков в другие, кто-то вовсе предпочитает пока что их хранить дома, посмотрев за развитием событий со стороны. На этой неделе из-за фундаментальных отчетов, пожалуй, можно будет выделить сегодняшнее выступление главы британского регулятора Эндрю Бейли в 17.00 по GMT. За британской валютой мы следим, особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии повысил процентную ставку и был крайне щедр на заявлении и комментарии о том, что уместно и дальше повышать ставку. Ну, понятно, при такой-то инфляции что ему еще остается делать? Краткосрочно это создает хорошие условия для того, чтобы фунт вышел на новые локальные максимумы, где мы, собственно, попробуем его и подловить. В четверг выйдут годовые данные по ОВП США, также традиционный для четверга отчет первичной заявки на пособие по безработице, но ключевой отчет все-таки данные по ОВП. И в пятницу личные доходы, личные расходы. На этом, с точки зрения основных релизов, неделя-то, собственно, и заканчивается. Но почему я призываю вас сохранять внимательность, быть бдительными? Все просто, друзья. В любой момент на рынок может прийти новость об очередном банкроте среди американских кредитных учреждений. И это весьма вероятно. Я все-таки считаю, что следующим банком, который может объявить о своей неплательспособности, может оказаться First Republic Bank. Это банк, за которым многие наблюдают, но некоторое время назад, но, по сути, на прошлой неделе этот банк получил солидную поддержку как со стороны Минфина, так и со стороны Федрезера. В совокупности до 50 миллиардов долларов. Но если мы сейчас посмотрим на стоимость акций этого банка, то сможем легко убедиться в том, что они продолжают лежать на дне. 12-36 долларов – это рекордный исторический минимум, который доказывает, что не очень-то помогает эта ликвидность, потому что, понятно, все, кто имел с этим банком дело в плане вкладов, уже забрали свои средства. И вот этот отток капиталов продолжает создавать еще большую нагрузку на показатели ликвидности и заставляет банк балансировать буквально на грани. Я думаю, что через какой-то период времени все-таки ФРС и Минфин решат, что этот банк проще уже оставить в покое, потому что нет смысла его дальше поддерживать такими денежными инъекциями и ликвидностью, потому что, в конечном счете, банк при всем уважении к нему не сможет вернуть 50 миллиардов долларов. Ранее на одном из последних брифингов я делал оценку на то, что доход, чистый доход этого банка за последние годы, даже, можно сказать, лучшие годы для этого банка, не превышал 5 миллиардов долларов в год. Что касается самого решения американского регулятора, ФРС повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, дал понять, что будет внимательно следить за макроэкономической статистикой, анализировать решения, которые были приняты ранее, но в целом не коснулся перспективы дальнейшего повышения процентной ставки. Это разочаровал трейдеров, тех, кто все-таки ждал более жесткую риторику от руководства американского регулятора. Но этой риторики не последовало. В результате индекс доллара столкнулся с распродажами, я принял для себя решение все-таки оставить в покое индекс доллара, потому что считаю, что при том, что сейчас происходит, трейдеры будут с большим удовольствием, с большим интересом и желанием работать с инструментами, которые с точки зрения своих защитных свойств показали себя лучше, чем доллар за последнее время. Это те же самые облигации, это золото, это японская иена. Кстати говоря, по паре доллар-иена мы с вами очень неплохо прокатились, по сути, с уровня 135 до отметки 130. Минимум был на прошлой неделе 129.53, поскольку мы достигли цели 130, я рекомендовал вам уже фиксироваться, друзья, и дальше наблюдать за развитием событий со стороны. Если вернуться к риторике американского регулятора, честно говоря, Пауэлл пытался сделать акцент на то, что ключевой задачей американского регулятора является продолжение борьбы с инфляцией. Ну, собственно, поэтому ставку подняли на 25 байсных фондов. Но все, что он говорил после этого, доказывало, что последующие решения, если они и вовсе будут по росту процентной ставки, будут осуществляться с колоссальной, огромной оглядкой назад на развитие ситуации с банковской системой. Буквально некоторое время назад я сказал, что риски в банковской системе сохраняются, поэтому ФРС частично уже признает, что для него теперь головной болью является поддержание стабильности именно финансово-кредитных институтов, а не борьба с инфляцией. Поэтому те, кто хотел копнуть глубже, увидели во всем этом даже больше сигналов на то, что ФРС начинает понемногу уже отказываться от жесткой монетарной политики и в конечном счете все это должно привести к тому, что политика будет пересмотрена. Она не станет сразу мягкой, то есть ФРС не пойдет сразу на снижение процентной ставки, потому что есть риск стремительного взлета инфляции. Но мы до конца знать не можем, друзья. Посмотрим, как будут обстоять дела дальше. Для меня довольно очевидным индикатором того, что все плохо, является состояние баланса американского регулятора. Я всегда за ним слежу. Кому интересно, можете перейти на сайт Федрезерва и посмотреть на состояние. Даже очень красивые графики, которые вам покажут, что за последние две недели, когда собственно и заварилась вот эта краша с банковскими институтами, баланс начал расти. И сейчас, если мне как бы позволите сделать небольшую погрешность в фактических цифрах, баланс вырос почти на 500-600 миллиардов долларов. Это всего лишь за две недели, друзья. То есть за время пандемии баланс американского регулятора достиг исторического максимума 9 триллионов. После этого, когда ФРС оказался программой количественного смельчения, заменил ее программой количественного ужесточения, баланс начал сокращаться. То есть ФРС начал вынимать с рынка ликвидность доллара. Сейчас все происходит в обратном направлении, потому что ФРС вынужден снова печатать деньги, потому что вынужден поддерживать обнуждающиеся ликвидности банки. И это все как снежный ком копится. Это проблемы, которые постоянно усиливаются. Я не вижу выхода из этой ситуации. Ну, разве что ФРС снова выключит печатный станок, но он не может себе позволить этого сейчас, когда многим банкам просто по зарез нужна эта ликвидность. И я допускаю, что еще через неделю-другую баланс американского регулятора обновит и исторический максимум перевалит за 9 триллионов долларов. Еще один такой неприятный момент заключается в том, что ФРС на прошлой неделе буквально влил немного денег в агентство по страхованию вкладов. Ну, американское агентство по страхованию вкладов иначе немного называть, но суть понятна. Добавил он в этот фонд около 50 миллиардов долларов. То есть как будто бы допускает, что может последовать цепная реакция именно прекращения деятельности отдельных банков, что зачем, конечно же, последует обращение вкладчиков за компенсации, которую американские власти должны будут осуществить. Ну, причем мы помним уже уточнение от Минфина, от Джанна Келлин, что компенсировать будут не все вклады, а только лишь системообразующих банков. Но это тоже, мне кажется, факт, который известен сейчас многим. Поэтому в сухом остатке я вижу по-прежнему проблемы в банковской системе. Я считаю, что американский регулятор будет тормозить и дальше с жесткой монетарной политикой и в конечном счете начнем готовить нас к тому, что уместно уже взять паузу и начать рассматривать даже последующее смягчение риторики и потом уже и самой политики. Поэтому по доллару я пока что вне рынка, но знаю очень многих, кто считает, что снижение индекса американской валюты продолжится и очень скоро индекс доллара протестирует поддержку на 100 пунктов. Золото 1975. Все по-прежнему, друзья. Я сторонник того, что золото превысит 2000. Буквально две недели назад мы говорили про колоссальный приток средств в ИТЕ фонды. Золотые больше 22 тонн было влито. На прошлой неделе еще около 15 тонн. То есть интерес к золоту остается повышенным. Вспомните все причины, факторы, аргументы, которые я использовал на прошлой неделе. От доллара до рыночного сантимента они никуда не делись. Поэтому я ожидаю дальнейшего восходящего движения. Европейская валюта 1,0770. После решения Европейского центрального банка по ставке, после комментариев Лагарта касательно того, что ставка будет расти высокими темпами и на ближайших двух-трех заседаниях уверен, что евро пока что будет интересен. Покупателям куда более интересен, чем, например, тот же самый доллар. И лично моя субъективная цель это движение выше отметки 1,09 и психологический такой тест уровня 1,10. По британской валюты то же самое. Длинные позиции пока сохраняю с целью 1,24 и 1,25. Но не может Банк Англии при такой инфляции позволить себе перестать повышать процентную ставку. И еще один инструмент, за которым мы следим, это американский фондовый рынок. Снова в районе 4 тысяч пунктов S&P торгуется, котируется. Я сторонник коротких позиций. Опять же жду, к сожалению, друзья, жду плохие истории с банковского сектора США. Новая история о банкротстве, которые могут очень быстро испортить рыночное настроение. На этой неделе по ходу будем добавлять дополнительные инструменты. Думаю, что также найдем возможности заработать и по ним. На этом все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока.